Виталий, это канал Paprika Nven. Ставьте лайк, подписку. Я Анастасия Федор и знамый Абаз Галямов, российский политолог, политтехнолог и спичрайтер, премьер-министр России Путина в 2008-2010 годах. Здравствуйте, Абаз. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я бы не исключал, что этот слив организован с ведома Путина. Может быть, аппаратные противники Патрушева и Бортникова и без Путина эту версию слили. Но, может быть, это было сделано с ведома Путина. Путин уже цинично готовится к ГАГе и пытается для себя смягчающее обстоятельство придумать. Да, это не я, это они. То есть Путин человек очень прагматичный, циничный, поэтому с него станется, что называется. Особенно, если, в принципе, ну, действительно, что-то подобное имело место, а действительно, в принципе, могло быть. То есть, условно говоря, он им задает вопрос. Ну, что, мужики, нападаем или нет? Они же знают его настрой, в принципе, да? И они не могут сказать, не нападаем. Они говорят, да, нападаем, Владимир Владимирович. А он зафиксировал они, это они, это не я. Да, и вот сейчас он это туда на запад ретранслировать. Я, по-моему, ни при чем у меня алиго. Вот. То есть, ну, не знаю, в отличие от того, что я говорю, он вот это цинично на них стрелку переводит. Понимаете, ведь в последние месяцы, как минимум трижды мы видели, как он в публичном пространстве перекладывал ответственность за какие-то непопулярные шаги на подчиненных. Когда он объявил о поначале мобилизации, вот в этом своем историческом выступлении, он совершенно четко, недвусмысленно сказал, я принял решение, я поддержал предложение Минобороны и Генерального штаба о проведении частичной мобилизации. Он раньше никогда такого не делал. То есть, он, ну, это же не солидно, в общем-то, на подчиненных перекладывать ответственность. Ну, то есть, ты лидер. Мало ли кто тебе что предложил. Ты же, ну, у тебя своя голову на плечах. То есть, ты это принял предложение, что-то чужое, это уже твое решение. Не солидно перекладывать его на подчиненных. И Путин раньше никогда такого не делал. Он не мельчил, он себя как масштабная фигура ведет. Вот. А тут он взял и на них перекинул там, что-то они, дескать. Потом второй раз он это делал, когда, значит, после взрыва Крымского моста, значит, они начали бомбить украинские города. Да. Помните, первая ночь была, да, значит, там, как они говорили, мирную инфраструктуру, военную инфраструктуру, но на самом деле они там вот эти аэропорты, все эти электростанции бомбили, да, оставили там города без света. Вот. Это тоже было такое сомнительное с точки зрения пиара решение. И он тоже сказал, я принял предложение Минобороны и Генштаба. Вот. Там еще что-то было, я сейчас сходу не вспомню. Ну, как минимум три раза он за последний месяц, ну, окей, два раза я перечислил, да, когда он перекладывал на кого-то ответственность. Поэтому, когда мы анализируем вот этот слив по поводу Бортникова и Патрушева, мы знаем, что потом, в принципе, показывать пальцем на кого-то он умеет, да. Поэтому я не исключаю, что, в принципе, это и с его санкцией было древно, хотя, повторюсь, не обязательно, в принципе, это могли сделать кто-то без, в принципе, ну, кто-то из аппаратных противников этих людей. Знаете, ведь на самом деле вот эти сливы, они как происходят? Они ситуативны, то есть очень часто ты ничего не планируешь такое, просто раз, вдруг, в общении с журналистом, журналист тебе задает вопрос, и ты понимаешь, что ты можешь ответить так, а можешь ответить так, да, и ты там быстро в голове прокручиваешь, если ты ответишь так, то кого подставишь, а если так ответишь, то кого подставишь, да. И тут даже врать не надо, в общем-то, правда, очень многогранная штука, и просто ту или иную грань подсветишь, и все, и картинка сложилась, да. Как говорил я, если не ошибать мало, дойду, ну, правда, столько лиц, что уже не нужно. Вот, как я уже сказал, как минимум, там, ну, неоднократно на разных совещаниях эти люди говорили, что они за начало боевых действий, вторжения, да, и они просто в силу занимаемых должностей не могли говорить ничего другого. То есть, когда вот вся государственная машина в этом направлении движется, человек не может сказать, а я против. Ну, то есть, в демократическом государстве может, да, в Израиле такое часто бывает, вот, кстати, интересно, но в Израиле очень часто ястребами оказываются гражданские политики, а военные и разведчики, МОСАД и армия обороны, они как раз занимают более миролюбивую позицию, например, сейчас это вкладывается в ситуацию по ядерной сделке с Ираном, именно такая. Вот. Но в авторитарной стране такое невозможно. Там, если ты военный, то ты должен быть ястребом, а если не ястреб, так какой же ты военный, ты их черта такая. В любом случае, всем отвечать, да. И поэтому, вот, патрушным сборником они озвучивали, конечно же, позицию за войну, да, а поскольку это действительно было, то, ну, можно их, так сказать, и подсветить. И вроде как Путин уже и не при чем. Хотя, конечно, это все разговоры в пользу бедных. Он глава государства, он принимает решения, да, перекладывать ответственность на подчиненных, ну, это просто какое-то, ну, это паскудство, какое-то мелкое вообще позор. Вот о других персонах в российских властях. Британская разведка также сообщает, что владелец российской частной компании Вагнер Пригожин, известный еще как повар Путина, стал более откровенным в своих заявлениях и пытается как-то отполировать свой авторитет. Сам Пригожин, он заявляет, что он не в политике, чуть ли не единственная его цель – это просто родину защищать. Какая действительно роль Пригожина? Да, ведь сначала войны он вроде как был в стороне, потом он себя проявил, когда вот этих зэков забирал воевать, предлагал им хорошие якобы условия. Есть ли что-то, что такой человек, который какую-то высокую должность может во власти занять, и опасен ли он для самого Путина? Ну, конечно, позиции Пригожина усиливаются. Дело в том, что Путин объективно впадает в зависимости от него. Его официальная армия, путинская армия, она, ну, это уже всем очевидно, мало на что способна, мало на что пригодна. И если кто-то что-то там способен добиться на поле боя, то это Пригожинцы. Кадыровцы, они там только в ТикТоке снимаются, вот. А Пригожинцы, они там в поле воюют. Да, и какие-то выдающиеся успехи, может, они и не демонстрируют, но, во всяком случае, таких позорных разгромов, как у официальной армии, все-таки, ну, вроде как, у них не было. Мы не слышали, во всяком случае. Поэтому, ну, объективно, Путин, он сейчас впадает в зависимость от Пригожина. То есть сейчас уже можно говорить, что вот, если раньше Пригожин Путину совершенно был не нужен, а зато Путин Пригожина был, ну, там, сто один процент, да, то есть вся судьба Пригожина зависела от расположения к нему Путина, то теперь это такая уже взаимозависимость. Где-то там Пригожин зависит от Путина, но все меньше, а где-то Путин зависит от Пригожина и все больше. Да, и Пригожин, конечно, этим пользуется. Он пытается, очевидно, пытается сделать себя публичной политической фигурой, пытается подобрать под себя вот этот растерянный, дезориентированный путинский электорат, значит, он пытается теперь быть святее Папы Римства, то есть люди разочарованы в Путине, в его слабости, непосудности победить, и тут такой Пригожин, спаситель Отечества. Да, и я думаю, цель Пригожина стать, ну, таким нормальным, полноценным политиком публичным, вот из маргиналов, каковым он был до сих пор, превратиться в мейнстримного политика, создать там партию свою, значит, поучаствовать там в следующих выборах. Я не знаю уж, есть ли у него президентские амбиции, но, думаю, свою партию в Госдуму он протащить точно хочет. Он пытался уже это сделать на предыдущих выборах, с Родины пытался сотрудничать, потом что-то вроде с Кремлем у него не склеилось, Кремлем вот там бортанул. Изначально Пригожин хотел это сделать, а тут у него еще больше потребность возросла во всем этом. Дело в том, что когда маячит конец режима уже на горизонте, эта штука уже такая все более осязаемая. То есть большинство представителей элит уверены, что режим долго не протянет. То есть люди не понимают, как именно он рухнет, что именно произойдет, но понимают, что долго вот в таком состоянии, полуразобранном, да еще в условиях вражды со всем окружающим миром, но он не протянет. Что именно там случится, не ясно, но точно что-то случится. И в этой ситуации все представители элит, естественно, думают в первую очередь о своем будущем, как вот в какой момент нужно отскочить, чтобы обломками не задавило. И Пригожину тоже о своем будущем приходится думать, потому что у него колоссальный антирейтинг, он прям имя, что называется, такой уже собирательный образ какой-то уже там, вот негодяя в политике какого-то, да, там. И он раздражает большое количество людей, и при этом вот поубличным политическим плоскостью он в достаточной степени беззащитен. То есть как только Путин уйдет, к власти придет, ну понятно, если придет Навальный, там, Пригожина в общежизнь, ну точно сядет. Вот, а если даже к власти придет кто-то из таких более прагматичных фигур из путинского окружения, типа Собянина, там, Мишустина, Козака, да, даже вот Патрушев-младший, ну им вот эта гиря на ногах в виде Пригожина тоже ни к чему. То есть от них же будут требовать, то есть смена власти в любом случае приведет к активизации улицы, активизации оппозиции несистемной, да, она будет требовать, ну там, чтобы ее требования там, будет чего-то добиваться, будут у нее какие-то требования. И от нее откупится там Пригожина, вот смотрите, мы, да, мы разбираемся с некоторыми негодяями предыдущей эпохи, да, вот Пригожин нарушал законодательство, вот мы его сейчас в тюрьму посадим. Ну это прямо вот к гадалке не ходи, я говорю, любому прагматичному человеку, который придет на смену Путину, вот посадить Пригожина, это будет святое дело. Пригожин, видимо, понял, и понял, что он зря себе такую вот репутацию создал, вот монстра какого-то. и пытается сейчас собрать электоральную базу, на которой он будет операться, чтобы когда к нему придут, чтобы, ну, понимали уже, что он вообще-то человек серьезный, у него фракция в ГУЗДУ, условно говоря, да, и там десятки тысяч сторонников, которые могут на улицу выйти, там протест устроить, да, ну, то есть чтобы он хочет стать политической силой, чтобы у него мускулы появились не только в лице, просто вот уголовников, да, политические мускулы, чтобы появились, потому что в политическом смысле слова он дистрофик. И, значит, вот он хочет политическую мускулу накачать, воспользовавшись вот этим шаосом, неразберихом, который царит в российской политике, да, поэтому он и на, значит, и на Беглова гонит в публичном пространстве, и там YouTube запретить пытается, и с Минобороны конфликтуют, значит, пытаясь показать, что вот, ну, я не с ними, да, то есть чтобы тень позорного поражения не пала на него случайно, его образ не запачкал даже. Он демонстрирует, что не-не, я тоже против этих придурков, которые там воевать не умеют. Вот. И бизнес-центр свой сейчас там тоже ЧВК Вагнер назвал, то есть абсолютно идиотское решение с точки зрения собственного бизнеса, потому что понятно, что деньги любят тишину, и никакой нормальный человек сидеть в офисе с официальным названием Вагнер, когда у него есть альтернатива другие бизнес-центр в Питере, но он точно не полезет туда, да, и это бизнесово плохое решение, но вот он свой бренд пытается как-то вот зафиксировать, что это такой зонтичный бренд, да, это не только там убийцы и уголовники, это и бизнес, в общем-то, то есть Вагнер это не такая вот плохая штука, а вот, короче, вот Пригожин вот примерно этим занят, если говорить об его перспективах, я, конечно, не очень верю, есть точка зрения, конечно, у нас в российской интеллигенции там принято же шпаны бояться, ой, но у нас ужасный русский народ, он любит вот эту сильную руку, условно говоря, да, и поэтому за Пригожина вот этого, значит, с его мускулатурой там сейчас все проголосуют, типа те, кто разочарован в Путине, на самом деле, вот я как политтехнолог, что это ерунда, никакого особого спроса на сильную руку сейчас точно нет, наоборот, скорее даже, есть спрос на альтернативу. Спрос на сильную руку, когда был? Он сформировался в конце 90-х годов, когда люди устали от этих неудачных рекорум, сопровождавшихся падением уровня жизни, ну, 90-е мы все помним, да, они и в Украине были похожими, вот, и люди списали вот это падение жизненного уровня на то, что вот президент слабый, да, вот нужен там хозяин, который придет и наведет порядок, и Путин эту тему эффективно обыграл, действительно, и крепко поднялся, но надо понимать, что он именно в контрасте со слабым Гельцином поднялся, и этот спрос на сильную руку был предопределен динамикой предыдущего цикла, да, а сейчас-то люди уже 20 лет пожили при сильной руке, и они уже поняли, что это вообще-то не панацея, что результатом 20-летнего правления сильной руки является коррупция, война, падение уровня жизни, авторитаризм, подавление всяких свобод, вот, и хаос, неразбериха, и позор поражения в войне, ну, то есть вообще так себе подарочек, да, и люди уже поняли, что, в общем, ну, сильная рука, это, ну, точно не панацея, да, значит, что есть как минимум еще что-то, что должно быть в политике, а может быть даже вообще не надо знать, какая сильная рука, поэтому сейчас в России, как минимум с 2018 года, это заметно растет спрос на альтернативу из сильной руки, на то, что вот в американской политической традиции называется compassionate leadership, такое лидерство, основанное на сочувствии, когда политик не мускулами играет, а когда он, знаете, демонстрирует сочувствие по отношению к проблемам электората, интересуются проблемами простых людей, ведь про Путина все знают, что ему не до простого человека, что он там в высоких геополитических сферах летает, там, да, он с Махатмой Ганди разговаривает, значит, он с Америкой воюет, ну, ему точно некогда разбираться, почему доходы у людей падают, и почему здравоохранение деградирует, и почему, значит, ну, люди все беднее и все несчастнее, вот, и вот эта штука, ну, она себя исчерпала вот этого путинского типа, да, а Пригожин в этом смысле он такой же, как Путин, да, ну, есть он та же самая патриотическая повестка, та же самая сильная рука, вот, то есть ему нечему предложить обществу, а в обществе, повторюсь, запрос на такую альтернативу, поэтому Пригожину в электоральном смысле слова ловить, ну, я не скажу, что ловить нечего, какое-то количество рыбы, значит, рыбы в мутной воде он поймает, конечно, какое-то количество избирателей он наберет, но это точно не будет половина, половина необходимая для победы, поэтому Пригожин, ну, я вот даже не понимаю, зачем Путину его пытаться там раскручивать, да, это, это потратишь кучу усилий, непонятно зачем, значит, гораздо легче там обеспечить избрание кому-то, кому-то из прагматиков в своем окружении, там, к тому же Собянину, да, вот Собянин, я как политехнолог, говорю, его избрать гораздо легче, вот я бы для его компании легко взялся бы и обеспечил моему победу, вот Пригожина я бы, вообще, я не знаю, замучился бы я избирать, еще не факт, что получилось, ну, то есть, скорее всего, не получилось, то есть, вот я как политехнолог говорю, что мне Собянин как клиент кажется гораздо более перспективным, или Мишухин, или Козак, да даже Патрушев, этот, упомянутый, не к ночи упомянутый, старший, у него хотя бы такого антирейтинга нет, да, то есть, уже есть с чем работать, а у этого такой антирейтинг, значит, такое количество людей против него, да, есть у него ядро какое-то там, но это ядро точно там не больше 10%, а президентскую компанию выиграть, ну, 10% при том, что все остальные против, ну, это прям сверхзадача, не получится. Вот в СМИ, кстати, подкинули еще одну кандидатуру, человек, которому сочувствуют, скорее всего, а не тот, который может, может, и он, конечно, будет сочувствовать своему народу, такой себе Дугин, издание «Медуза» вышла статья, якобы, его роли, которая растет, и вот если обратить внимание на фразы, которые звучали, когда были похороны его дочери, там сам он сказал, что чуть ли не первыми ее словами, которые ее учили, это были Россия, наша держава, наш народ, империя, ну, присутствующий там, там бизнесмен был такой себе, Малафеев, он сказал, что благодаря этой безвременной кончине обязательно победит Россия в этой войне, вот роль этого человека, Дугина, он был как будто в тени, но сейчас о нем заговорили в СМИ как о важном лице в России. Да нет, ну, была одна утечка в Медузу, там крымлодские источники рассказали, что Дугин сейчас пользуется повышенным интересом Кремля, но там же опять же совершенно четко, черным по белому сказано результатом чего это стало, результатом кризиса, то есть идеи нет, непонятно, как выруливать из сложившейся ситуации, и там, ну, в том числе и Дугину слушают, и Дугины, и Прошанова, и еще каких-то там, значит, из Придуков, и, ну, безрыбый, рак рыбы, да, то есть когда у тебя кризис, не знаешь, что там говорить людям, когда доверие к тебе подать, когда протестные настроения растут, и ты уже очевидно проиграешь следующие выборы, ну, в этой ситуации там от отчаяния там и Дугина начнешь слушать, вот и все, собственно говоря, то есть ни о каком росте влияния речи не идет, еще раз я говорю, спрос на всю эту билиберду патриотическую, он умирает, ну, то есть люди уже поняли, ну, это как нацизм в начале 45-го года, ну, то есть уже понятно, куда он в страну привел, да, даже те, кто ему сочувствовали, понимали уже, что, он исторически обречен, что может он и хорошая штука, может и правильная штука, но каши с ним не сваришь, вот, и это то же самое вот с официальным российским, полититатриотическим дискурсом происходит, так что, нет, Дугин, как и вся эта, братья, это уходящая натура. Еще одно интересное заявление уже на Тарас Медведева, заметителю главы Совбеза Араб, мерещится, что с Россией воюет часть умирающего мира, который якобы ненавидит россиян, запрещает их язык, ценности, даже веру, ну, все эти странные заявления, конечно, вот вы лично видели Медведева, или, может, за общим наблюдением, как его менялась риторика, и имеет ли он какие-то амбиции сейчас во власти России, или это полностью путинский человек, его предан какой-то раб и будет все же говорить теми словами, о которых не говорит и Путин? Ну, он, конечно, очень амбициозный, собственно говоря, именно эти амбиции не дают ему сидеть спокойно, то есть ему, в принципе, очень хочется оставаться в большой политике, а Путин будет в большой политике после того, как отправил в отставку с поста премьеры в 20-м году, он его, в принципе, списал в утиль. там, вот эту синекурную должность дал, которая ни на что не влияет и ни к чему отношения не имеет, но поэтому вот Медведева все, что остается, релизится в Твиттере. И он за счет повышения градуса эмоций пытается быть актуальным, что называется, пытается быть в повестке. Вот. Никаких оснований считать, что значит, у него есть политическое влияние, политические перспективы, я не вижу. Конечно, когда Путин будет выбирать приемника, он теоретически и Медведева может выбрать, потому что Медведев обладает одним несомненным достоинством, он более лоялен на кто-либо другой в эстеблишменте по отношению к Путину, во всяком случае, в той части, в какой это считается доказанной, потому что был в его биографии штрих, он, вот все остальные всегда были подчиненными Путину, за последние 22 года, а Медведев был формальный, был момент, когда он был формальным начальником Путина, он единственный, кто бывал в позе сверху, в отношениях с Путиным за последние 22 года, ну и как бы ничего, отношения не разрушили, сохранились там, да, потом он вернулся опять в позу вниз, ну то есть побывал сверху, и Путин уже видел, что Медведев сверху это не страшно, ну то есть это нормально, можно договариваться, и в этом смысле он, Медведев для Путина, конечно, психологически достаточно комфортный вариант приемника, но ведь Путин сейчас, надо понимать, что тогда вот в 2008 году, когда он Медведева выдвинул, Путин был силен, и он мог вообще коня там каллигу и, как говорится, избрать в Сенат, да, он кого угодно мог быть приемником, вот, сейчас-то он совсем не такой, и он сейчас уже, ну по-прежнему, конечно, самый сильный политик государства, но у него уже нет вот такой безраздельной власти, которая была раньше, он, и продавить Медведева ему будет, ну, очень сложно, ему подпредел распотрать массу усилий, ну и Киеву, например, против, да, то есть никто не будет за на самом деле, ну, может быть, там, кроме Ковчук, как-то помните, то есть больших социальных групп, которые, больших игроков, которые были бы заинтересованы в том, чтобы Медведев стал приемником, не видно, да, и всех ломать через колено, чтобы, ну там, посадить удобного лично тебе человека, ну, может, не получится, да, и силовики будут против, но как ты изберешь человека непопулярного, реально раздражающего массового избирателя, если еще и силовики против, и региональное чиновничество против, да, ты только дай чуть-чуть вот ослабину дай, а Путин слабеет, ну, все же видят, что он проигрывает войну, да, все видят, что он хромая утка, не просто хромая, хромая на обе нади с подбитыми двумя крыльями, вот, что он только крякать может, и вот в этой ситуации, ну, такого безусловного подчинения административного аппарата хотелком Путина, уже не будет, и в этой ситуации продавливать, повторюсь, крайне непопулярного Медведева, ну, может, не получится просто, да, и это проект премии просто рухнет, поэтому выдвигать надо человека, все-таки являющегося субъектом, ну, такого, у человека, у которого есть политическая база какая-то, у которого есть электоральная перспектива, у которого есть какие-то значимые группы избирателей, готовые за него проголосовать, и Медведев точнее число этих людей не относится, поэтому я, повторюсь, полностью исключить того варианта, что Путин, так сказать, окончательно там, Брендев может попытаться и Медведева сделать приемником, я не могу, но думаю, что все-таки, если он не окончательно Брендит, а будет мыслить трезвый, пока он значительность этих не все-таки видно, что в какие-то моменты он трезвый, то есть в какие-то моменты кажется, что он уже совсем обалдел, но в какие-то моменты видно, что он трезвый, поэтому, если он все-таки будет таковым, то он Медведева не будет продвигать, он выкроет кого-нибудь другого, поэтому я, в принципе, считаю Медведева фигурой, в общем, недостойной серьезного обсуждения. На фоне своих поражений Путин активно продвигает идею переговоров, мы это не раз слышали, он намекал, говорил прямо, что давайте говорить, сейчас еще непонятно, кто от России может поехать на саммит G20, наверное, это может быть кто-то, из окружения Путина, есть ли эти все фамилии и брать, о которых мы говорили и слышали, есть ли человек, которого Путин может от своего имени послать на этот же саммит, чтобы он какие-то идеи продвигал, идеи мира или что, не знаю даже. Знаете, это может быть человек, которого Путин как раз захочет сделать приемлемым. То есть он, знаете, он как воду, так в бассейн воды налил, бросил, плыви, выплывешь, молодец, не выплывешь, ну твои проблемы. Поэтому он в принципе может отрядить туда и кого-то, кто формально отношения к делу не имеет. То есть в принципе логично, конечно, отправить Лаврова. Но Лавров точно ничего хорошего там не добьется. Лавров уже не дипломат, это пропагандист, он только быковать умеет. Если вы обратили внимание, вести переговоры с Украиной в марте Путин отрядил не Лаврова, а Мединского. Это как раз говорит о том, что даже сам Путин в дипломатические таланты Лаврова не сильно верит. Значит, поэтому это может быть как фигура какая-то неожиданная вроде Мединского, на которого Путин делает ставку, что он сумеет договориться, ну как такой толерант, знаете, талантливый. Мединский в марте себя показал, кстати, очень адекватным дипломатом. То есть это может быть фигура совершенно неожиданная типа Мединского, а может быть фигура, я говорю, человека, которого, собственно говоря, Путин и рассматривает в качестве варианта приемных. И тогда это может быть и Мишустин, и Собянин, и Козак, кто угодно. Посмотрим. Ну, то есть надо танцевать от задач, которые этот человек должен будет решать. Тогда вот о чем. Там Песков заявил, что Путин еще не решил, будет ли он идти на следующий строк президента. О чем это говорит? Это просто блеф или все-таки действительно Путин задумался, что стоит ли дальше? Нет, там на самом же деле контекст важен. Просто журналисты задали этот вопрос. Это не то, что этот Песков эту тему сам вытащил. Поэтому Пескову спросили, он ответил. Да, это надо понимать. То есть он точно не собирался эту тему сам ставить в повестку. Ответ стандартный, обычно, они всегда так отвечают. Другое дело, что в нынешней ситуации, вот если раньше такие ответы, когда Путин был силен и звучал такой ответ, они всегда выглядели как простое кокетство, то сейчас в нынешней ситуации, когда Путин слабеет и все чувствуют, что конец близок, вот этот ответ, он, конечно, уже чуть-чуть по-другому воспринимается, он воспринимается как еще одно подтверждение того, что Путин не знает, что делать. Контекст изменился и восприятие чуть-чуть изменилось. То, что в дневном свете выглядело вот таким образом, в свете фонаря или в свете луны выглядит чуть-чуть по-другому. Теперь это выглядит как еще одно доказательство того, что Путин растерян, у Путина нет стратегии, у него нет плана. Он усиленно говорит, все идет по плану, но на самом деле все подозревают, что плана у него нет. И в этом контексте, в этой ситуации повторюсь, ответ Пескова уже бьет по позициям Путина. Вы сказали, Путин растерян, вот именно в этой растерянности эксперты говорят, что Путин может нажать красную кнопку, когда уже не будет никаких карт, никаких планов, шагов. Это уже полная безвыходная ситуация. Если он все-таки решит это сделать, будут ли люди, которые его остановят в его окружении в России? Ну, Путин, конечно, может попытаться использовать ядерное оружие, рискнут ли люди, находящиеся в его окружении, его остановить. Никто не знает, ни мы, ни Путин, ни сами эти люди, да, потому что с одной стороны, конечно, жить всем хочется, а с другой стороны, на протяжении долгих лет Путин отбирал в окружении людей лояльных и не способных на решительные самостоятельные действия. Да, и поэтому произойдет ли вот это вот замыкание, когда вдруг вчерашний рак сегодня вдруг растремит спину и возьмет в руки меч со словами «хватит, я больше не гладиатор, я Спартак», ну, это же никто не знает, пока это не случится, понимаете, это же вопрос, понимаете, политолог анализирует, ну, ему нужен предмет для анализа, там, соотношение каких-то сил, значит, общественных, действий институтов, их интересы, вот, а в случае с тараканами в голове конкретных людей, значит, ну, это как психиатр, скорее, чем к политологу, вот, поэтому, повторюсь, я точно понимаю, что они будут не в восторге от перспективы умереть, они уже сейчас не в восторге, это тоже все знают, секрет Польшинеля, все идут в шоке от происходящего, вот, но пока они боятся выступить против Путина, они слишком привыкли, что он безжалостен, но они же в конце концов знают, что творится в российских тюрьмах, они знают, что он даже не то, что там в тюрьму посадить может, но, как в случае с Немцовым пристрелить могут, или как в случае с Навальным там трусы новичком смажут, да, или как в случае с представителем директоров Луку Ломогановым в окно можно выпасть в больницу, значит, ну, что угодно может случиться, и они боятся, да, и вот преодолеют ли люди страх, или все-таки так, они окажутся заложником страха, это никто не в состоянии предсказать, ну, это в моменте решается, понимаете, никто не в состоянии это предсказать, включая самих этих людей. Буду говорить вам спасибо, Абаз Галямов, российский политолог, политтехнолог, спасибо вам за важный разговор, будем следить за всем, что происходит, поэтому подписывайтесь на YouTube-канал «Фабрика новостей», всех прошу, ставьте лайки, комментарии, и обязательно оставайтесь с нами. субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok,